Добрый вечер всем любителям баскетбола! Со мной здесь Константин Коско, игрок команды СВМСОВ. Поздравляю с такой уверенной победой над командой Стрела. Единственное, что в начале игры я поняла, что у вас не хватает трех достаточно важных игроков в команде и для меня это было таким, ну, не однозначно, что вот кто кого победит, но в третьей четверти произошел переломный момент. За счет чего вы выиграли, как ты считаешь? Считаю то, что мы с командой Стрелой вместе спаррингуемся. Мы их хорошо знаем, они нас тоже хорошо знают. И я считаю то, что переломный момент случился, когда у них, ну, так сказать, основной игрок получил травму. То есть у них стало на одного человека меньше, у них сегодня тоже не слишком много человек было на скамейке запасных. И я думаю то, что мы их чуть-чуть перебегали. Хотя у нас вот тоже три основных игрока тоже отсутствуют. Ну, все-таки, да, Матвей добавлял скорости, разгонял команду, но разрыв 25 очков. Я не думаю, возможно, он так хорош, но я не думаю, что он бы прям добавил за счет, ну, может еще какой-то. Ну, может быть, мы выиграли, но счет был бы немного более, не такой огромный, как учился. Как вообще подходили к игре со Стрелой? То есть, ну, спарринговались, вы как-то этот рассчитывали момент? Или это сложилось еще до того, как вы выяснили, что вы будете играть первый раунд? Ну, у нас, ну, вообще, команда «Стрела» до Нового года практически не тренировалась, у нас не было зала, и каждый поддерживал форму кто как. Поэтому в этом году мы показываем баскетбол на порядок ниже, чем в прошлом. Ну, вот команда «Стрела» после Нового года нам предложила «Стрелой». Я лично тренировался со «Стрелой». Переходил к ним иногда на тренировки, играл, тренировался, поддерживал форму. Я до этого четыре года отыграл в «Стреле». Всех ребят хорошо знают, они меня пригласили, разрешили с ними тренироваться. Ну, и после Нового года они нашли новый зал и предложили через меня команде «Свэмсофт» вместе с ними тренироваться. Мы согласились. Скажи, пожалуйста, какие у вас планы вообще? Взять дивизион или как получится? У нас планы от игры к игре – собрать пятерку. Ну, так. Да. Ну, я надеюсь, что, может быть, если пройдем к следующему раунду, восстановится Женя Янч. Это для нас большая потеря, это наш лидер. Как бы, нашу команду, может, и знают, как, ну, «Свэмсофт» Женя Янч. Как бы, ну, лидер нужен, пускай даже ментально, чтобы он находился. Нам всегда приятно, когда он рядом с нами на площадке или хотя бы даже на скамейке запасных помогает, подсказывает, успокаивает, где надо. Хорошо. Спасибо большое за интервью. Я надеюсь, что вторая игра будет точно так же уверенно взята, и вы попадете дальше в следующий раунд. И надеюсь, что пятерочка хотя бы всегда будет собираться. Спасибо, я тоже на это надеюсь. Спасибо. Спасибо.